Добро пожаловать в Гарвард на курс «Справедливость» с Майклом Сэндалом. Давайте ненадолго забудем про проблему вагонетки. С ней понятно. Представим себе другой случай. Вы врач в отделении на скорой. Доставили шесть пациентов, которые попали в страшную аварию с вагонеткой. Пятеро получили не самые серьезные травмы. Один сильно пострадал. Что бы вы сделали? Весь день выхаживали бы тяжело раненого, рискуя жизнью остальных пятерых? Или предпочли бы вылечить пятерых, зная, что пациент с тяжелыми травмами за это время скончается? Кто спас бы пятерых на месте врача? Кто решил бы спасать одного? Мало кто из вас. Всего несколько рук. Полагаю, логика та же. Пять жизней против одной. Представьте, вам нужно сделать другой выбор. У вас пять пациентов, и каждому из них отчаянно нужен орган для трансплантации, иначе смерть. Одному — сердце, другому — легкое, третьему — почка, четвертому — печень, пятому — поджелудочная. А доноров у вас нет. Скоро эти люди умрут у вас на глазах, и вдруг вы понимаете, что в соседний кабинет, на обычный осмотр, пришел здоровый человек. О, нравится задачка? Он прилег вздремнуть. И в принципе, вы можете тихонько вырезать у него все, что нужно. Убить одного — ради спасения пятерых. Кто из вас решится? Никто? Ну же, поднимите руки, если бы так сделали. На балконе есть такие? Вы, например? Осторожнее, не перегибайтесь так. А кто не стал бы? Ясно. Что вы нам скажете, человек с балкона, который готов вырезать органы? Как так? Вообще, мне в голову пришла немного другая идея. Возможно, неплохо было бы, когда кто-то из пяти пациентов умрет, использовать его органы для пересадки, чтобы спасти остальных. Очень не дурная идея. Просто отличная. Вот только вы испортили всю философскую дилемму. Давайте отвлечемся от задачек и дискуссий и сделаем пару интересных наблюдений о том, как вы защищали свою точку зрения. Курс «Справедливость» — это 12 лекций о морали, этике и политической философии. Профессор Майкл Сэндл обсуждает со студентами сложнейшие вопросы о равенстве, свободе, собственности, роли рынка и правах человека, обращаясь к трудам великих философов и примерам из современной судебной практики, истории и собственной жизни. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер. Чтобы поддержать выход лекций, переходите по ссылке в описании. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok